книга открытым оком том 4 вопрос 1248 тема церковь почему долгое время в православной церкви был синодальный период и именно в 1917 году он закончился повредила ли церкви то время когда не было патриарха отвечает и гнатий тихонович в лапкин повредила и очень сильно когда не было патриарха но еще более повредила когда стал патриарх дело в том что не патриарха не синод христос не учреждал и нужно сказать придумали далеко не сразу и вот по какой причине как апогеи властолюбия римский папа ни с чем не сравниваемая гордыня не подобающая человеческой плоти и духу величия и патриархи и папы пекутся о церковной структуре о которой христос не сказал ни слова не пол слова это тоже все придумали люди что из этого получается вот пример суздальский архимандрит валентин русанцев присоединился к рпцз трудится в абсолютно не евангельском духе но в православном открытие храмов строительством монастыри купола мощи иконы таких ценят всюду посвящают его в епископы но в чем-то он не покоряется синоду рпцз его запрещают в служении желая в приказном порядке все-таки починить его себе потому что он как гитлер как сказал о нем митрополит виталий тот не чувствуя за собой вины продолжает делать все что положено его сам его лишают сана по бумажке не было над ним не очного суда не свидетелей теоретически предполагалось что он умягчится сердцем похорит покориться архиереям и его снова примут но не тут то было он продолжает уже рукополагать в епископы одновременно с этим лишает его сана архимандрита с которым он ушел в рпцз и московская патриархия все это очень подозрительно и крайне вредно потеряно более ста приходов сразу какой же военачальник позволил бы себе во время битвы более пятых шестых войск оттолкнуть от себя и оголить весь фронт в самой его сердцевине рукоположенные им епископы нарекают его архиепископом а затем возводят в митрополиты ничего не мешает стать ему и патриархом если на это решилась древнеправославные старообрядцы сейчас в рпцз происходит самый настоящий раскол так ничему и не научившись но имея по другой соответствующие канона они вновь поступают точно так же но уже с епископом варнавой который вместе метров с митрополитом виталием успел рукоположить несколько епископов образовалась самая правая непримиримое крыло не идущая ни на какой компромисс с мп считаю все эти действия абсолютно ненужными и вредными хотя по букве канонические вред верными не следовало этого делать пусть каждый трудится где он может и желает не валентин не варнава не эритики они православные и люди которые с ними все православные кому выгодны эти отлучения а если бы не было синода или патриарха то не валентин не валентина не варнава никто бы не запрещал и не отлучал о них нужно только молиться и просить на них благословения чтобы они были с нами в мире тем более валентина такие большие искушения да защитит его господь бог и помилует она врагов его прольет милость и утишит их гнев к тому о чем я говорю уже никогда не вернуться но считаю что не нужны не патриарх и не синод как говорил иоанн златоуст никого так не боюсь как епископов если епископы не сумели до конца погубить разрушить церковь церковь то дьяволу это будет явно не по силам радуйтесь земля предстала новой купели догорели синие метели и земля потеряла жало в мужичьих яслах яслях родилось пламя к миру всего мира новый назарет пред вами уже славят пастыре его утра свет за горами не познать тебе фавора не услышать тайный зов отуманенного взора на устах твоих покров все упряме все напрасней ловит рот твой темноту нет не дашь ты правды в яслях твоему сказать христу но знайте спящий и глубоко звезда востока она загорелась не погасить ее и роду кровью младенцев кто-то учит нас и просит постигать и мерить не губить пришли мы в мире а любить и верить сергей есенин